По суммарным показателям всех составляющих военной мощи, российская армия занимает второе место после США, по количеству военнослужащих – пятое место и по военным расходам – четвертое. При этом военный бюджет России в два раза меньше, чем китайский и в девять раз меньше, чем у Америки. Россия опережает Америку по количеству ядерных боеголовок и танков, но уступает и на море, и в воздухе. Если рассматривать упрощенно, то Россия вообще не имеет авианосцев, и у нее в пять раз меньше эсминцев и в пять раз больше корветов, при этом имеет сапаритет в количестве подводных лодок, если учитывать и все дизельные. Но если рассмотреть российский надводный флот подробнее, мы видим, что он имеет только 20 крупных кораблей классов «Регаты выше» и всего 6 полноценных корветов, 9 сторожевиков и более 70 малых противолодочных ракетных кораблей. Всего вместе с подлодками 288 боевых единиц. Американский же флот имеет 600 единиц, что в два раза больше по количеству и в десятки раз по водоизмещению, так как у американцев имеется 11 крупных авианесущих крейсеров и более 100 больших боевых кораблей рангом выше корвета, что в пять раз больше, чем у России. Атомный авианосец типа «Нимец» может иметь на борту до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, а 11 «Нимецов» соответственно почти тысячу, что составляет треть всей боевой авиации России. Главный недостаток авианосцев – это уязвимость как от ракетных ударов, так и от торпедных, поэтому для его защиты необходим еще с десяток больших или средних противолодочных кораблей. Каковыми являются американские эсминцы, на которых кроме торпед установлено еще 90 зенитных ракет или томогавков, и эти эсминцы составляют основную боевую часть американского военного флота. Российский флот также имеет несколько эсминцев 956-го проекта типа «Сарыч», сопоставимых по боевой мощи. Но основной свой упор Россия делает на строительство корветов проекта 2380 и их модернизацию 2385, на которой устанавливаются зенитно-ракетные комплексы «Редут» – это 16 ячеек для ракет малой и средней дальности, плюс 8 ракет калибра НК, а также 2 четырехтрубных торпедных аппарата и вертолет для борьбы с подводными лодками. Вот так идет процесс строительства проекта 2380, а вот так проекта 2385. Разработан и даже строится новый проект 2386, на который можно будет установить ракеты с дальностью свыше 2000 км и беспилотный летательный аппарат. И хотя такой корабль способен в одиночку потопить американский авианосец, с американским эсминцем он не справится, поэтому России требуется еще минимум 200 таких корветов, чтобы американский флот проявил беспокойство. А сегодня Америка проявляет беспокойство по поводу российских сверхзвуковых противолодочных ракет «Циркон», которые в настоящее время не способны перехватить американские ПВО. Один «Циркон» уничтожает корвет или эсминец, три – крейсер, а шесть-восемь ракет уничтожает авианосец «Нимец». Российский фрегат «Адмирал Горшков», несущий 16 «Цирконов» и другие ракеты, способен уничтожить целую американскую группировку. Спроектирован фрегат 22350М, на который монтируется 48 пусковых установок для «Циркона». И американцы уже задумались о постановке на консервацию половину своих авианосцев. А России вместо 200 корветов нужно построить 20 фрегатов и штук 500 «Цирконов». Практически так же обстоят дела и в авиации. У России в три раза меньше, чем у Америки самолетов. В целом российские истребители не уступают американским и в чем-то даже их превосходят. И в России за год строится около 100 штук различных военных самолетов, из которых более 30% уходит на экспорт, в основном Су-30. В принципе, Россия способна нарастить выпуск самолетов в разы и догнать Америку. Нужны только финансы. Но опыт ведения боевых действий в современных условиях показал, что беспилотные летательные аппараты стоят дешевле и могут действовать даже эффективнее, чем классическая авиация. Поэтому в новом тысячелетии все главные конструкторские бюро России работают над их разработками. И в 2019 году Россия ликвидировала 20-летний разрыв с Америкой по технологии изготовления беспилотных аппаратов. Были изготовлены и испытаны целых три типа беспилотников. Малозаметный ударный дрон-охотник может наносить ракетно-бомбовые удары в радиусе 5000 километров, работая в связке с боевыми истребителями. Сверхдальний беспилотник Аштаир, который может нести тонну ракетно-бомбовой нагрузки на расстояние до 10 тысяч километров. И маневренный разведывательный беспилотник Форпост-Р. В настоящее время у России второй по численности парк беспилотников 4000 единиц. Что касается противоракетной обороны и ПВО, то ее принципы одинаковы у обеих стран. Космические спутники засекают момент пуска ракеты, или наземные РЛС обнаруживают летящие цели, а ракеты Земля-Воздух эти цели сбивают. У американцев основной элемент ПВО это ЗРК Патриот, характеристики которого совместимы с характеристиками российского С-300. Но у России еще есть С-400 Триумф и С-500 Прометей, способные сбивать цели на высоте до 200 километров. Во второй линии ПВО используются эффективные С-350 «Витязь» с 12 ракетами. Что касается огневой мощи сухопутных войск России, то она выше американской минимум в 4 раза. Больше в России ядерных боеголовок. Америка и Россия давно конкурируют на рынке вооружений. При этом российское вооружение, имеющее аналогичные характеристики, значительно дешевле. Китай обладает самой большой по численности действующей армией с практически неограниченным резервом. И имеет второй после США военный бюджет. Но в мировом рейтинге по мощи вооруженные силы Китая находятся на третьем месте. В основном благодаря меньшему количеству межконтинентальных ракет. В 2020 году их было 90. Количество же ядерных боеголовок, хотя и считалось шестым в мире, в настоящее время официально не озвучено и замалчивается. По авиации и наземной боевой технике вооруженные силы Россия и Китая сопоставимы. Закупив у России многофункциональные истребители Су-30 и получив лицензию на строительство Су-27, Китай начал массовое производство своих истребителей на своей базе комплектации. И уже испытывает истребители пятого поколения. Пекин успешно строит самолеты стратегической авиации и радиолокационной разведки и вышел на один уровень с Россией и Америкой по технологии строительства беспилотников. Но особенно впечатляют успехи Китая по строительству военно-морского флота. За 20 лет нового тысячелетия Пекин построил 12 эсминцев и более 50 фрегатов. У России кораблей такого класса всего 20. Если Россия в течение с 2013 по 2016 год построила только 6 новых корветов, то Китай 36. Китайский ракетный эсминец Чжэньчжоу, принятый на вооружение в 2020 году, не уступает по своей мощи самым новым и передовым мировым аналогам. По общей численности боевых кораблей в 2020 году Китай обошел Америку, а по боевой мощи Россию, исключая подводные лодки. Но Китай справляется и с этой проблемой. Новые атомные стратегические подводные лодки проекта 094В «Дзинь» с 12 межконтинентальными ракетами на борту значительно повышают престиж Китая в качестве ядерной державы. В 2020 году ввели в строй еще две лодки, которые очень похожи на наши подводные ракетоносцы «Дельфин». Китай заканчивает строительство еще двух авианосцев и несколько вертолетоносцев. И в 2021 году он становится сильнейшей морской державой. Первый С-300 Россия поставила Китаю в 1993 году. И сейчас он самостоятельно обеспечивает их аналогами все свое ПВО. В 2020 году Россия поставила Пекину четыре дивизиона С-400. И значит с ракетной обороной у Китая все нормально. Тем более, что в ракетах средней и меньшей дальности он и сам делает большие успехи. Таким образом, Китай из самой мощной экономики мира превращается в самую могучую военную державу. А что это произойдет, сомневаться не приходится, так как в соседней России есть необходимые технологии и полезные ископаемые. А у Китая избыток производственных мощностей и людских ресурсов. Только вечной ли будет дружба России и Китая?